Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. С вами Бориса Анастасия, педагог, профессиональный коуч-бизнес-тренер и автор проекта English for Pro о коучинговых технологиях в обучении, в частности, иностранным языкам. И сегодня я обращаюсь к своим коллегам-педагогам и к родителям школьников, средних школьников, старших школьников, в частности, к тем, кто задает себе вопросы о том, как помочь своему подопечному, как помочь своему ребенку более эффективно учиться, тратить меньше усилий на то, чтобы он добивался результатов и вообще, как помочь ему видеть ценность в том, чем он занимается, обучаясь тому или иному предмету. Сегодня я буду общаться с вами и призываю вас к диалогу. И если вам близки вот те фразы, которые я сейчас озвучу о педагогике, да и вообще о работе учителя, значит, нам с вами по пути и значит, нам действительно будет чем друг с другом поделиться. Мастерство учителя в том, чтобы стимулировать и поддерживать собственное открытие учеников. Успешный учитель может сказать, мои ученики работают так, как будто я даже не существую. И хороший учитель чаще задает правильные вопросы, чем дает правильные ответы. Если все это про вас, если все это про то, каким педагогом вы хотите быть, тогда я приглашаю вас на вебинар, который сегодня будет называться «Чего хочет учитель?». И по аналогии с фильмом, в котором снимался Мэл Гибсон, который наверняка все видели, «Чего хочет женщина?», мы будем пытаться разобраться и систематизировать все наши педагогические пожелания на разных уровнях. Что мы хотим от нашего окружения? Каким мы хотим, чтобы оно было, что оно хочет от нас? Что мы хотим от наших учеников, педагогов, наших коллег, руководителей? Что мы хотим делать для того, чтобы становиться лучшим учителем? Для того, чтобы научиться лучше планировать занятия? Для того, чтобы научиться грамотно взвешивать свои вложения временные и эмоциональные в тех студентов, с которыми мы занимаемся, для того, чтобы это соответствовало отдаче. А еще лучше, чтобы отдача превышала вложения. Тогда мы забываем про вопросы профессионального выгорания. Какие мы должны способности с вами развивать, как педагоги, для того, чтобы становиться таким идеальным учителем, который гармоничен в себе, который любит свою работу и который через свою любовь к работе научается и умеет передать своим ученикам любовь к учебе? И каковы в связи с этим наши цели и ценности в нашей педагогической работе? О чем последний вопрос? Буквально зачем мы это все делаем? И хороший глубокий ответ на этот вопрос позволяет педагогу понять, как и любому другому человеку, профессионалу, личности, что бы такое можно было сделать для того, чтобы двигаться к этой цели, к такому стилю работы, которая позволяет удовлетворять наших учеников, их родителей, наших коллег, системы образования с федеральными образовательными стандартами и не в последнюю очередь себя, как личности, как профессионала, который хочет расти и развиваться. Опыт моих коллег, педагогов, обучавшихся коучингу и мой собственный личный опыт позволяет утверждать, что коучинговый подход в первую очередь и во вторую очередь коучинговой технологии, они могут дать ответы на многие вопросы, которые нередко задают себе педагоги, будь то индивидуальные учителя, репетиторы, тьютеры, или те, кто работает в системе государственного образования или в частных учебных заведениях. Как сделать так, чтобы ученики были более ответственными, чтобы они более сознательно относились к тому процессу обучения? Как нам получать высокую оценку своего труда, прежде всего у себя и у окружающих? Как нам эффективно планировать занятия, чтобы не тратить на него слишком много времени, не тратить время в пустую, а действительно, чтобы вся наша подготовка была максимально эффективной, достаточной и минимальной при этом? Как делать так, чтобы при минимальной подготовке получать максимальный результат, как по правилу, пары это 20-80? И как оставить след в душе наших учеников, так, чтобы потом они могли сказать, что знакомство с этим человеком, оно на меня повлияло и сделало меня тем, кто я есть? Я думаю, не погреблю душой, если предположу, что каждому педагогу, который работает по призванию, хочется быть тем человеком, который будет нести свет, мудрость, не только знания по своему предмету, в жизнь своих учеников, подопечных, ну и детей, если вы родители, потому что родители мы в той или иной степени всегда наставники и в какой-то степени педагоги. Я жду вас на вебинаре с вашими вопросами, с вашими открытиями, с вашими соображениями относительно того, что для вас ваша работа и что для вас, ваше родительство. И если то, о чем я сейчас говорила, показалось вам интересным, я буду очень рада беседовать с вами и поделиться всем тем, чем я знаю. Субтитры создавал DimaTorzok